Белый дом заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают пятилетний план по созданию технологии управления климата для борьбы с доминированием России в сельском хозяйстве. По информации СМИ, главной целью программы является создание научной основы, управление солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков. Ученые поясняют, что искусственные воздействия на климат практикуются уже давно в разных странах. В Москве на праздники часто отправляются самолеты лаборатории, благодаря которым специалисты оценивают ситуацию и могут выбросом цемента разрушить кучевые облака. Но в отличие от воздействия климатического оружия, такое количество порошка не может привести к загрязнению окружающей среды. Когда проходят парады в Москве, используют воздействие, то есть разгоняют область, то есть специально с помощью самолетов разбрасывают там ингредиенты в облаках, и они могут рассеиваться. И тем самым появляется солнце, погода улучшается. Вот такие локальные воздействия, они практикуются. Несмотря на то, что климатическое оружие звучит довольно безобидно, управлять им все же невозможно. Оно нацелено на изменение климата в том или ином районе с целью спровоцировать там природные катаклизмы, что может привести к катастрофам. К тому же на сегодняшний день нет гарантий, что его применение не обернется против атакующего. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Универньюс.